Редко какой праздник отмечается дважды, но россиянам, привыкшим гулять на широкую ногу, в каком-то смысле повезло. Мы имеем уникальную возможность отмечать Новый год два раза. Ничего подобного нет ни в одной стране мира. В ночь с 13 на 14 января многие россияне вновь накрывают столы и поднимают бокалы. Однако делать так начали не так давно. Возможность отмечать второй Новый год появилась почти 100 лет назад, когда в 1917 году летоисчисление было переведено с Юлианского на Григорианский календарь. Во время политических переворотов довольно часто бывает так, что новые правители хотят полностью порвать с прошлым и в том числе используют переход на Новый календарь. Но вот видите, как получается, большевики тем самым решили порвать с царской России, поменяли календарь, стиль Новый ввели. Но опять возвращаемся к чему, что они не хотели, но создали для народа Новый праздник. Русская православная церковь на Новый стиль не перешла и продолжила вести летоисчисление по старому стилю. Однако никакой путаницы не произошло. Церковнослужители отмечают, что Новый год, отмечаемый с 31 декабря на 1 января, для верующих не является важным праздником. Тем более, что на этот период как раз приходится рождественский пост. Это значит, что так же, как и в католичестве, в православии сначала отмечают Рождество, а потом Новый год, в народе именуемый Старым. Нужно понять, что для воцерковленных христиан, для православных христиан 14 число – это не просто день новолетия, а это великий праздник обрезания Господня. Он включен в реестр великих праздников, отмечается торжественным богослужением. А для всех остальных Старый Новый год – это еще один повод собраться с родными и близкими за праздничным столом. Однако, согласно последним опросам, широко отмечать праздник собираются только 49% россиян. К примеру, ранее в честь Старого Нового года поднимали бокалы более 60%. Причины спада называются разные – кто-то решил экономить, а кто-то просто устал праздновать. Однако среди тверетян все же больше тех, кто готов поддержать традицию. Все праздники отмечаем. Даже в родне появились католики, и как бы надо их поддержать. Отмечаем, конечно, Старый Новый год и Новый год отмечаем обязательно. А так с ногами гуляем, отдыхаем. Нет, не буду. А почему? Работаю. Будет чуть-чуть, потому что у вас скоро будет экзамен, тогда чуть-чуть будет лёри, хэппи лёри. Вот так вот, с Новым годом поздравляем, счастья, мира вам желаем. Екатерина Карпова, Светлана Маркина, Виталий Осипов, Рентовый пилот.